Добрый день, дорогие наши слушатели! Мы сегодня проводим вебинар по распространенным ошибкам в организации добровольческой деятельности. Меня зовут Марина Васильевна, мы с вами уже встречались с Надеждой Зайцевой, вы тоже, наверное, встречались, когда мы рассказывали про служение в больнице. И мы сегодня будем вместе отвечать и рассказывать о каких-то вопросах, которые, наверное, хотелось бы, чтобы вы избежали. У нас будут разбиты на блоки наши информации о том, какие бывают ошибки. Но они, скорее-таки, немножко условные, конечно, блоки, но просто нам показалось, что так будет проще воспринимать их. Первый блок у нас называется «Неадекватность оценки собственных возможностей со стороны добровольцев». Что сюда входит? Сюда входит ожидание благодарности. То есть за то, что я и хожу к какой-то бабушке, дедушке, тетеньке, инвалиду, ребенку и все что-то такое. Бывает такое, и достаточно, к сожалению, часто, что человек ожидает какую-то благодарность. И если он не получает в том виде, в котором он ее ожидает, а это может быть очень по-разному, то есть кто-то ожидает, чтобы прям хвалить, открыто там, что-то говорить про него, там еще что-то такое. А может быть это по-другому будет, что там он ожидает, там хотя бы спасибо, пусть мне скажут. То есть вот ожидание благодарности может быть выражаться в разных формах, но если человек его добровольство не получает, а он его чаще всего не получает, то он начинает как-то унывать, обижаться, говорить, что он не будет туда ходить, что вот какие-то люди неблагодарные, я тут типа для них вот это все спасаю, все такое прочее. Вот этого надо стараться как можно на раннем этапе сразу предупредить. Об этом добровольцев прям их так настроить, что не ждите вы благодарности, не будет ее. Это неправильно, это вот ваше внутреннее неправильное ощущение, и вы туда ходите не для того, чтобы люди вас благодарили, а для того, чтобы вы сами как-то изменили, чтобы ваш как-то сердце, ваша душа как-то смягчилась и стала такой более чистой. То есть может быть не все добровольцы могут такие разговоры понять, если они люди не церковные и для них не знакомы, такие категории, такой формат мышления. Им надо просто говорить о том, что вы знаете, люди, они бывают разные, мы понимаем, что им нужно помогать, но они, скорее всего, вас благодарить не будут и, может быть, даже спасибо не скажут. Вы просто относитесь к этому нормально, так бывает. Когда добровольцы изначально, это говорится, желательно на одной из первых встреч, обычно этот процесс идет более гладко, и меньшее количество таких вот каких-то ситуаций возникает, когда люди просто как-то даже выгорают на этом. Другая распространенная ошибка связана с тем, что добровольец, приходя в службу, идет, например, куда-то, в какое-то такое служение, там, больничное, например, которое, в общем-то, ему противопоказано. Ну, у него, например, могут быть какие-то травмы из позвоночника, или, может быть, просто там со спиной какие-то сложности. И понятно, что вопрос перемещения больных, они очень быстро обострят все эти ситуации, и он очень быстро у вас из этого служения уйдет. Поэтому как-то вот надо призывать поадекватнее самих добровольцев оценивать свои возможности. Если вы знаете, что работа требует каких-то специфических знаний, навыков или возможностей здоровья, надо тоже об этом сразу говорить, чтобы добровольец поскорее включился и подумал о том, насколько он действительно такими возможностями обладает. Еще такое распространенное есть ошибка того, что добровольцы считают, что они сейчас придут, к какой-нибудь бедной бабушке, и эта бедная бабушка прямо расцветет, у нее вся жизнь изменится, она станет такой, из несчастной она станет счастливой, из такой одинокой она станет такой вот покрытой любовью и так далее, и так далее. То есть, как бы какое-то кардинальное изменение обстановки. Это тоже, конечно, такая ошибка. Очень часто, на самом деле, наша помощь не может кардинально изменить обстановку. Очень часто бывает даже так, что мы можем делать только минимумы, можем приходить и просто понимать, что человек как-то психологически поддерживает. И в этом случае все равно им легче, чем в одиночку переживать какую-то там свою такую суровую жизнь. Просто не нужно ожидать того, что мы придем, мы как волшебники махну волшебной палочкой, как-то все это кардинально изменим. Такая еще есть ошибка начальных добровольцев как раз, чаще всего считает себя более милосердным, более таким добрым, чем те координаторы, которые есть в службе, чем те, может быть, руководители, которые есть. Бывает такое, что, например, может координаторы, руководители службы знать какую-то подопечную, знать ее особенности характера, знать ее особенности поведения. И как-то добровольцы притормаживают, то есть говорят, знаешь, не надо этого делать, не ходи сюда, не надо ей покупать то, что она просит, не надо возить ее куда она хочет. А добровольцы, он как бы не зная вот этих вот особенностей, каких-то исторических, может быть, а может быть просто таких особенностей психики, ему кажется, что ну как же так несправедливо, надо ее там привести, надо ей там помочь, надо вот как-то вот как-то. И он перестает советоваться с координатором, перестает советоваться с руководителем службы, и начинает там такую самодеятельность, которая очень часто оборачивается для него самого очень плохо, потому что потом он все-таки сталкивается с той ситуацией, о которой координатор знал и понимает, что, в общем, видимо, наверное, кто-то был прав, когда его так как-то притормаживало. На это тоже имеет смысл обращать внимание с самого начала, что все действия, которые предпринимает доброволец, выходящие за рамки того, что его поручил координатор, нужно обязательно согласовать с координатором, иначе это может просто плохо кончиться, ну, для них самих, а для подопечных. Есть еще такая попытка добровольцев, тоже чаще всего бывает она на первом этапе, решить те проблемы, которые он не может решить. Я сталкивалась много раз с тем, что добровольцы приходят на службу, они вот как-то все ощущают как бы ответственными, вот раз мы, значит, пришли к добровольцу, и это значит, что мы теперь должны, значит, вот всех спасать, кто к нам подходит в метро, там будет еще просить денег и все такое прочее. Но поскольку у них на самом деле нет еще навыков такого спасения, да, у них, они не знают многие алгоритмы решения вопросов. Там, как так не подходит, у нас в Москве это распространенно, я думаю, в больших городах тоже такое часто встречается. У нас здесь довольно много людей стоит, где-то в метро, на улице, и говорят, вот вы знаете, вот у меня там ребенок, он в больнице, он там умирает туда-сюда, вот дайте, вот видите, у меня там документы есть, там на моих этих операций, там на все, на все. Дайте, пожалуйста, денег. То человек, ну, он как бы увлекается в эту ситуацию, он же теперь добровольец, он же теперь такой милосердный, и это не то, это его теперь флаг, поднять повыше, и с ним, значит, идти. И он начинает этому человеку помогать, и как бы не умея разбираться в ситуации. И первые же вопросы, которые начинает там координатор задавать, или тот человек, кто уже как подольше в этой области конкретный, какая больница, кто лечащий врач, какое отделение, как фамилиями ребенка, звонить туда в больницу, спрашивать, а есть у вас такой ребенок, а там действительно такая вот вся эта ситуация, то эти же первые же вопросы ставят этого нового добровольца в тупик, он понимает, что он ответить ни на что не может, начинает спрашивать этого подопечного, подопечный обычно в этот момент исчезает, потому что он понимает, что он ничего не может рассказать такого уже деталей, что это была надежда на то, что ему просто поверят, вот, и так просто дадут денег, потому что вот некому, и некогда проверять всю эту его легенду. Есть еще другой вариант, как бы, этой ошибки, да, решить своими силами, то, что не входит в компетенцию добровольца, она бывает очень, как бы, разная, то есть он может на какую-то просьбу подопечных, такой откликнуться, на которую, которую можно решить, как бы, другими силами. Но опять же, это происходит в незнании, он может, например, там подопечного просит, ну вот, мне нужно обязательно там куда-то поехать, там что-то такое сделать. Очень может быть, что вот это все может сделать либо социальный работник, который от государства, да, прикрепляется к пожилому человеку, либо, может быть, это можно по-другому решить, какой-то там социальный такси, или там еще что-то такое, но тут какие-то другие форматы решения этого есть. Добровольца об этом не зная, начинает на себя брать все такие задачи, и тоже может перегореть просто от того, что, ну, как бы, это немножко не посело. И для этого координаторы нужны, чтобы вовремя как бы им подсказать, что надо делать, что не надо, и в каком формате. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы добровольцы максимально как-то открыты и честно общались с координаторами, чтобы они не замалчивали о каких-то там проблемах, которые существуют, чтобы они, но в том числе, как-то бы пожаловались, могли пожаловаться на то, чтобы, ну, на какие-то такие ситуации, что вот им тяжело, что они не справляются, что слишком часто их просят подопечные, ну, то есть какие-то такие моменты. Бывает такое, что добровольцы начинают покупать на свои деньги что-то попросить подопечных, потом понимают, что эти просьбы становятся уже постоянными, каждодневными, и все увеличивается, увеличивается количество денег, которые они должны в итоге затратить на такие просьбы. И в этот момент как бы начинают уже координаторы обрисчитывать, вот, а что мне делать, я там тысячу рублей каждый день трачу на этого подопечного, а я-я-я-я, и какой ужас, что такое. Вот если бы он вовремя, собственно, сказал об этом координатору, то, возможно, бы эта ситуация так далеко не зашла, ее можно было бы раньше решить. Вообще вот такие всякие моменты с деньгами связаны. Надо вообще как бы быть аккуратным, потому что, с одной стороны, бывает, что это просьба излишняя, и не нужно этого делать. С другой стороны, бывает, что это можно решить как-то по-другому, не увлекая вот этого добровольца, его материальные, его возможности вот подопечному. Конечно, бывают и нормальные ситуации. Я сейчас просто не говорю, скажем так, о том, когда это в рамках разумного, но то, что это часто перерастает в какие-то такие уже за пределы разумного, это вот бывает. И поэтому я тоже вас об этом сразу предупреждаю, чтобы вы как-то немножечко вот эти моменты отслеживали. Теперь у нас блок будет по ошибкам при подготовке добровольцев. Я попрошу Надежду про него рассказать поподробнее. Так, у нас ошибки при подготовке добровольцев к выходу на место или в учреждение. Здесь на два момента мне хотелось бы обратить внимание. Первое, о том, что мы недостаточно готовим их в смысле инструктажа. Здесь нужно обратить внимание о том, что каждое учреждение имеет специфику деятельности своей, какие-то внутренние правила распорядка, режимы работы. И, в принципе, есть некоторые общепринятые такие правила нормы общения и поведения, которые, как ни странно, но некоторые не все добровольцы и люди им владеют. Это нужно обратить внимание, потому что по моей личной практике достаточно чисты были конфликты на местах с младшим медицинским персоналом и добровольцем даже между собой только за того, что мы туда приходим и мы в помощь этому персоналу, а, в общем-то, не они, зависимы от нас. Здесь нужна определенная тактичность поведения и очень важна соблюдение важного вот этих норм, нормальных правил. Нужно вначале прописываться в учреждение в больнице, зарекомендовать себя, завевать доверие, а потом уже как бы возможно что-то предлагать, а тем более недопустимо в любом случае делать замечания или указывать на мнимые ошибки или на ошибки, которые кажутся нам таковыми. все это может перейти к тому, что нас просто перестанут пускать в больницу или в учреждение. У нас таких случаев, к счастью, не было, но конфликты были, мелкие стычки, какие-то более крупные, скажем так, крупные ситуации, конфликтные. Но если такое случается, все-таки не пугайтесь, это работа координатора, выйти на место, разобраться и всех успокоить. В общем-то они неизбежны на самом деле и это нормально. А второй момент, в любом случае должна быть прописана методология вашей работы, то есть должны быть памятки или правила общения добровольцев с подопечными или с персоналом и пациентами в больницах. Должны быть какие-то должностные все-таки инструкции или какие-то базовые такие моменты, зоны ответственности определены, что входит в обязанности координатора, за что он отвечает. О чем он запрашивает от старшего по больнице, в каких случаях он звонит или обязан буквально позвонить добровольцу. Также и для добровольца тоже такая памятка, такая инструкция нужна, перечень его максимальных или возможных каких-то обязанностей или того перечня работ, с которым может столкнуться в больнице. Он может выбрать себе что-то по возможностям, от чего-то отказаться. но это уже говорится в индивидуальном порядке. Теперь вопрос, который касается ошибок при отборе добровольцев и при подключении к работе. у нас такое бывает, я думаю, что в тех службах, которые мы как-то тоже по нашему такому примеру развиваются, тоже такое может быть, что приходят добровольцы, которых вы совсем не знаете, они пришли к вам первый раз и в общем-то вы их не очень хорошо понимаете, что от них ожидать. мы так практикуем со своей стороны, что вначале у нас есть такая первая встреча, на которой мы очень коротко знакомимся, буквально там заполняют анкету доброволец, общаются с батюшкой очень немножко, что-то мы ему вкратце рассказываем про службу и на этом его отпускаем. Потом у нас бывает вторая встреча уже такая школа добровольцев, которая проходит уже там 3-4 часа и она больше нацелена не на то, чтобы какие-то знания давать, сколько на то, чтобы посмотреть, как этот человек реагирует, как он себя ведет, с каким вопросом задает. То есть уже посмотреть на добровольцев как-то чуть так поближе и как-то о них что-нибудь такое понять. После этого, если этот добровольец у нас идет не в учреждение, где он работает вместе с подприсмотром добровольцев, сестер, в какой-то группе совместной такой, например, мы хотим его отправить куда-то домой к кому-то, к какому-то нашему подопечному, то мы обычно не посылаем его одного несколько раз. То есть сначала он идет с каким-то координатором или с старшим добровольцем, которого мы уже знаем. Может быть, он второй раз так сходит и третий раз так сходит. То есть количество вот таких вот хождений возможно будет большим. А может быть и нет. То есть это все зависит как бы от конкретного человека. Но мы только тогда начинаем его в одиночку отпускать к подопечным, когда мы понимаем, что в общем-то в большей степени мы как бы застрахованы от его каких-то неадекватных поступков и каких-то действий. Конечно, но может и при этом быть что-то такое, чего мы и не увидели, не предусмотрели, что там как-то в процессе появилось. Понятно, что все может быть. Не всегда можно человека даже с нескольких раз, даже там месяц-два как-то узнать, какой он и в каком он режиме. Но тем не менее, все-таки вот эти первые походы, они должны быть точно под присмотром и точно должны быть совершаться вместе с другими, со старшими добровольцами, которые могут оценить, как он себя ведет. Мы всегда очень рекомендуем всех новых добровольцов как можно быстрее включать в какое-то дело, потому что они приходят на энтузиазме и для них это очень важно и очень важно для них как-то участвовать, важно сразу что-то начать делать, почувствовать свою внутреннюю отдачу от этого, потому что, конечно, для них это такой момент немаловажный. То есть они пришли, они ожидают, это какие-то такие внутренние все моменты, которые очень легко можно погасить и потом уже энтузиазма такого у него не будет. И не факт, что он в принципе вас потом будет помогать, если вот сразу на первоначальных каких-то этапах вы не смогли строить какую-то понятную и полезную деятельность. Мы стараемся максимально честно говорить добровольцам о том, какие его ожидают сложности при выполнении определенных просьб. То есть бывают просьбы действительно сложные, ну может быть лежачий человек, больной, за которым нужно ухаживать полностью, менять памперсы, мыть его, переворачивать, кормить там, еще что-то такое. И понятно, что на это не все могут согласиться. И задача координаторов в том и состоять, чтобы вот знать как-то тех людей, которых можно попросить о подобных вещах, можно там, ну чьих для этого специально, еще как-то, и тех, кого в общем не особенно-то получится. Потому что, конечно, ситуация бывает очень сложная, и ничего хорошего от того, что вы ситуацию приукрасите и скажете, ну ничего страшного, там вот немножко надо там, не знаю, книжку почитать. Он придет, увидит, что там не книжку почитать, а вот все, что я уже говорила, надо поделать, испугается, и он, ну и вам-то не особенно будет дальше доверять. И не факт, что в принципе в этой деятельности как бы останется. То есть это будет для него такой, ну может быть, слишком даже сложный эмоциональный момент, что вот он пришел, ситуация там аховая, а он сделать ничего не может, и он там брезгливый, я не знаю, и боится, еще там что-то такое. Ну бывают какие-то разные моменты. Поэтому мы призываем максимально честно описывать все существующие сложности. Ну как бы не надо их слишком уже, конечно, тоже завышать, и говорить, ой, там такой сложный случай. То есть так тоже не надо делать, но сказать честно о том, что происходит на самом деле и какая будет требоваться помощь, нужно обязательно. Еще в этой же группе таких вот ошибок относится то, что координатор иногда так вот, желая очень сильно помочь подопечному, начинает как бы настаивать на том, чтобы вот этот доброволец, именно он поехал, что-то он такое начал делать, что-то он начал участвовать и как-то вот в этом деле заниматься и как бы за эту просьбу отвечать. Это тоже ошибка, но добровольца нужно сразу предупредить, что он может отказаться от просьбы, что он не обязан это выполнять и что если он чувствует, ну, что он не справится с этой просьбой, лучше от нее отказаться, чем как бы ввязаться, потом он начнет чувствовать вину, что он не справляется, начнутся какие-то еще такие вот нарастать, какие-то негативные эмоции на этом, и в итоге тоже, скорее всего, он просто сбежит как-то втихаря, либо он перестанет отвечать на звонки, может быть, он еще как-то, ну, то есть, скорее всего, он уйдет именно с таким чувством, что вот он не справился, он виноват, ему неприятно эта ситуация, но он как бы больше вообще не хочет пересекаться с этой добровольственной деятельностью, у нас, в общем-то, нет такой задачи у всех отбить желание, помогать. У нас, наоборот, есть такое внутреннее понимание, что нужно каждому человеку находиться, пусть даже в самое маленькое дело, на которое он сейчас способен, потому что в процессе его выполнения, в процессе вот как бы делания, он будет все равно возрастать и уже со временем, через некоторые там несколько месяцев, через полгода, через год, через два, он будет все более и более сложной просьбы брать на себя, иметь возможность как-то в них участвовать, этот процесс, он неизбежный, но если мы сразу его испугаем и что-то такое на него нагрузим, загрузив еще чувство вины еще чем-нибудь, что как-то так, тот человек умирает, а ты не можешь даже вот переступить через свои какие-то там эмоции, то, конечно, что хорошее из этого не выйдет, это точно. Дальше у нас Надю тоже опять попрошу рассказать про блок ошибок при обморе и работе координаторов, потому что это тоже достаточно такой важный момент. Так, теперь у нас ошибки в работе координаторов. Я бы вообще хотела обратить с него ваше внимание на такой существенный момент, что сам координатор для того, чтобы его деятельность была успешной и вообще человечной изначально, он сам по себе должен быть личностью определенного склада, то есть быть в первую очередь добрым человеком по своей сути по внутренней, снисходительным и понимающим другим людям, то есть к своим добровольцам, понимать, что они тоже люди, они имеют право на ошибки, на слабости, как-то принимать их с этими слабостями, прощать, вовремя их прощать, вот, небезлопамятным каким-то человеком, да, быть коммуникабельным и адекватным человеком, то есть, может быть, возможно, с какой-то внутренней своей харизмой, такой для того, чтобы привлекать людей и быть приятным в общении, это вам просто будет необходимо для работы и с подопечными, и со своими, как бы вот, ну, с добровольцами, поможет вам привлечь их и, в общем-то, расширить их круг. Если вы чувствуете, что у вас, возможно, ну, есть какие-то внутренние такие вот проблемы в общении, да, но вы желаете помогать, то, может быть, стать просто добровольцем и координатором, изначально, вот, и, ну, как бы быть честным самим собой. Вот. Хотел бы обратить еще на что внимание, что добровольцы, нужно, как бы, стараться чувствовать, понимать людей, ну, разбираться в людях и, глядя на добровольцы, пытаться все-таки понять, какого он склада, возможно, даже темперамента, потому что человек может быть скромным и, как бы, тихим, робким, но при этом очень отзывчивым и добросовестным. А человек, возможно, бойкий, или, который сразу хватает себя вернуться за все, он может и сорвать вам просьбу и не приехать на место все что угодно. Поэтому, если вы видите перед собой какого-то человека, который, возможно, молчит, да, и ведет себя скромно, то попробуйте как-то пообщаться с ним побольше, как-то разобраться в нем, почувствовать его для того, чтобы определить, ну, что ты за человек. Вот. И, как правило, такие люди часто рекомендуют себя гораздо лучше, чем бойкий. Помогите ему просто как-то вот сориентироваться на первых порах. Может быть, съездите с ним на один-два раза больше куда-то, да, вот, и дальше он вас не подведет, он, возможно, будет вашим подспорьем хорошим. Так. Ну, из этого, наверное, из того, что я озвучила, следует еще следующее, наверное, тот момент, на который стоит обратить внимание, что в зависимости от того, ну, что себя представляет доброволец, как человек, наверное, да, или в какой сфере он там занят, уже возникает понимание, ну, пример, на что он способен, да, и что ему по силам. Конечно, это выявляется в индивидуальном разговоре, он сам скажет об этом в какой-то доверительной такой спокойной беседе, да, но еще и ваша тоже, как бы, вот обязанность все-таки определить какие-то его возможные границы и не обременять его сверх норм. Может быть, вообще в любом случае лучше начинать с чего-то минимального. И если видеть, что человек справляется, если он не подвозит, то, соответственно, может быть, предлагать ему более сложные просьбы. Иногда бывает, координатору самому нужно быть внимательным еще при работе с документами и в том числе, вот хотелось сказать, с анкетами добровольца. Разговор, да, нужен, но анкета, ну, в основном случае, ту, которую мы используем, она очень полная, задержит много вопросов, и внимательно ее прочитав, в общем-то, ну, как координаторами имеем понимание, с кем имеют дело. И здесь нужно быть внимательным, потому что если человек там указывает, что у него аллергия там на кошек, или что он не может ходить к пожилым людям, да, или у него психологическая травма, возможно, с силой причин, не может ходить к детям, у него это внутренняя какая-то проблема, да, то нужно быть внимательным и как раз не посылать его в такие вот ситуации, службу там, в случае, а за ничем-то иным, потому что у нас был такой случай, когда добровольца послали меня в ту квартиру, где было очень много кошек, а в анкете у него была отметка, что у него аллергия на этих кошек. Ну, то он сказал, ну, пожалуйста, будьте внимательны, дорогие координаторы. Вот. Также еще следует обратить внимание на взаимодействие между старшими или координаторами между собой, когда вы ведете различные участки и при работе с базой. Если жизнь течет, все изменяется. Добровольцы, они могут переезжать с места на место, они могут менять работу, то они будут просто вот уже уходить из добровольческой сферы или хотят поменять сферу деятельности. Хотел бы пожилым людям, захотел бы теперь заниматься с детьми. Но, кстати, вот этот момент тоже хорошо оботлавливается, уметь вовремя предложить что-то человеку иное, чтобы он не выгорел, он уже сменил сферу деятельности. Так вот, когда это происходит, ставьте вовремя отметки в анкетах и в базах, вот в электронных таких вот сборниках, системах, для того, чтобы люди, занятые координатором на других участках, это своевременно видели. Человек просто не потерялся бы или не выпадал. Да? И не болтался бы неприкаемым. Да. Так, теперь у нас остались два последних блока, это ошибки контроля и ошибки в взаимоотношении с подопечными. К ошибкам контроля относятся то, что не стоит доверять добровольцу на слово, как бы это ни звучало, да, так немножко может быть странно и неожиданно, но тем не менее все-таки нужно звонить регулярно самому подопечному и уточнять как у него идут дела, все ли в порядке, как там помогает ему добровольец и все такое прочее. Потому что бывают, к сожалению, случаи, когда добровольец сходил там один-два раза, понял, что как-то ему это в общем-то все не очень удобно и как-то так, как-то в общем обсудил это со всеми, кроме координатора, там, не знаю, даже Тухняков может обсуждал еще с кем-то, а в общем да, координатор даже и не в курсе, что там уже все давно разладилось и подопечный остался без помощи. Поэтому вы как бы все-таки регулярно с какой-то периодически раз в месяц, полтора, там, или еще какой-то другой разладываете подопечных, спрашиваете у них, как дела идут, выходят ли к ним добровольцы, в порядке, может, какие-то новые просьбы появились. Это достаточно важно и не стоит как-то на это так, ну, забывать об этом. Подопечным тоже, конечно, не стоит доверять и каким-то даже первым своим впечатлениям и эмоциям, потому что бывает такое, что лежачий какой-то тяжелый больной обращается и квартира выглядит как-то так прям ужасно, там какой-то притон, какой-то по виду такой, все такое побитое, все такое грязное, там, какие-нибудь насекомые бегают и все как-то прочее. И он вам рассказывает, что он бедный, один несчастный, такой вот лежит здесь, никто ему не помогает, конечно же, как ему тут жить невозможно и все такое прочее. И в общем большинство людей, которые у нас в службе занимаются помощью подопечным, они, конечно же, сразу стараются туда бросить все свои силы, всех поддобровольцев и все-все-все, поскорее помочь, какой бедный, несчастный человек. Вот. Но потом получается так, что выясняется, ну, например, что на самом деле этот человек там очень сильно пьет и к нему приходят такие же его друзья алкоголики. И, собственно, вот это вот все, что там вокруг него, они все вместе устраивают в какой-то там очередной свой заход, запоев и все такое прочее. Иногда бывает такое, что у нас было, что там начинает жить какой-нибудь еще человек с этим человеком. Через какое-нибудь время выясняется, что человек, который с ним живет, какой-нибудь там рецидивист, его сейчас очередной раз тоже там ходят, сажают. Что на самом деле от храма от ближайшего тоже к нему ходят там куча еще помощников, они, например, приносят еду, сто раз уже предлагали убраться, он от себя отказывается, говорит, далее, и так далее, и он все равно будет там говорить, что он такой несчастный лежит, бедный, вот хорошенький, но вот жизнь такая несправедливая. То есть, как бы вот эти вот все вещи, которые действительно сразу придете в квартиру и отметите, что там грязно, он лежачий, там еды нет, там нет, он от себя помощников не может, то есть они все сами по себе еще не говорят вам о том, что вы все знаете об этой ситуации. И ваша задача максимально подробно в ней разобраться. С соседями поговорить, с соцработником поговорить или с теми службами, которые опекают этот район и эту квартиру, с участковым поговорить тоже бывает немаловажно, особенно в каких-то ситуациях таких вот очень каких-то спорных. У нас было такое обращение, тоже там, значит, мужчина, такой же, наполовину лежачий, вплоть до того, чтобы помочь ремонту. И у них в квартире так вот по виду был пожар, там год назад, ну или еще какое-то время назад был пожар, очевидно. Поэтому квартира была такая вся обугленная, вещи выплавленные, какие-то еще такие были разные приметы этого бывшего пожара. И, конечно, вроде как первое желание было такое вот как-то им помочь. Стали как-то поподробнее узнавать про всю эту ситуацию, несколько раз приходили, видели там каких-то дружков его приходивших туда пьянствовать, поняли, что, в общем, это дело такое небезопасное для самих добровольцев. Поговорили с участком, оказалось, что в этой квартире там некоторое время назад было зафиксировано даже там какие-то уголовные случаи. И, в общем, стало понятно, что, конечно, это ситуация, в которой мы помочь не сможем, потому что, в общем, человек такую жизнь ведет, которая, ну, она опасна для наших добровольцев. Мы не можем рисковать своими людьми, посылая их туда, где там может быть убийство и там все, что хотите еще. Поэтому, как бы, вот этот момент очень важный. Тут вот как-то можно не только открыто смотреть, в том смысле, что стараться себе помочь, конечно, нужно это делать, но и все-таки как-то поспокойнее быть, в том смысле, побольше всего проверять. И часто, к сожалению, такое бывает, что в запущенных таких случаях мы тоже помочь не можем. Мы тоже видим, что, ну, это выбор человека. И так, насколько вот сейчас уже ситуация запущенная, уже наша помощь там невозможна. Она по разным причинам. Может, у вас будут какие-то там святые добровольцы, которые скажут, нет, я там все равно хочу там к нему уходить, не знаю, делать ремонт, еще что-то, и пусть меня там даже убьют. Но я вот считаю там это своим призванием. Ну, это его как бы личный выбор. Но мы сами не можем направить туда людей. И мы не можем брать для себя такой ответственность. Мы не можем своими же людьми так вот как бы рисковать. В взаимоотношениях подопечных есть еще такой вот важный момент. Он относится не к таким социальным, скажем, ситуациям, а к каким-то более спокойным. Ну, например, там пожилые люди, да, какие-то. Очень такое часто бывает, что добровольцы и координаторы, приходя в дом подопечного, видят необходимость, что-то там изменить. Им кажется, что это будет легче, что будет проще. Там, для человека, который сложно передвигается, сделать какие-нибудь трубочки, прикрутить поручни, еще что-то. то есть какие-то такие вещи, которые помогут ему передвигаться и действительно, наверное, будут неплохо. Там, для лежачих больных поменять диван на кровати, для того, чтобы удобнее за ним ухаживать, в этой функциональной кровати. сделать какие-то еще изменения. И, конечно, есть такое желание прям сразу прийти, вот это быстренько там, как бы все там поменять и вот наступит счастье. Но счастье обычно не наступает, обычно наступает какая-то такая испорченная соотношение с этими подопечными, просто потому, что это их жизнь, они к этому привыкли, для них очень тяжело что-то менять, и для них это все очень дорого, как оно есть. И уже возраст такой, который, в общем, как бы сложно им в сети, но уже что-то как-то внедрять. Поэтому, если вы считаете, что нужно что-то сделать, вы начинаете ему аккуратно все это рассказывать, объяснять, почему, ни раз, ни два, там, много раз. Ну, и, в общем, где-нибудь через полгода, может быть, что-нибудь вы там переставите там денег в другой угол. А, может быть, и нет. Ну, как бы, к этому тоже нужно стараться максимально спокойно относиться. Конечно, если вы ухаживаете за тяжелобальным человеком и здесь встает уже риск того, что, например, там, спины будут повреждены у людей, которые за ним ухаживают, потому что слишком низкий диван или там еще что-то такое. Здесь, конечно, нужно попробовать как-то побыстрее все это по возможности провести. Может быть, даже какие-то принципиальные вещи, не принципиальные, может быть, даже как условия поставить, что с этим мы сможем помогать, вот только если мы поменяем там диван на кровать. И то, в общем, надо быть готовым к тому, что это будет очень тяжелый шаг для подопечного и, в общем, он может на него не очень-то соглашаться. Но надо думать, как. Может быть, тогда диван надо повыше поднять, под диван можно тоже подставить на всякие штуки, чтобы все-таки высота была такая, которая позволяла бы манипуляции делать с минимальными нагрузками на спину на ухаживающего. То есть, как бы, искать какие-то компромиссы придется, но просто не спешите, не думайте, что ваше видение, оно единственное, верное, и что у того человека нет права на то, чтобы не соглашаться с вами. Еще наши координаторы сходятся в каком-то мнении таком, что если добровольцу что-то неудобно или он что-то не может, то, как бы, наиболее правильная позиция, но она, конечно, больше относится к таким сложным подопечным, состоит в том, чтобы, не объясняя, почему он так или иначе делает, просто сказать, вы знаете, я вот не могу дольше остаться, я не могу там завтра прийти в 8 утра, я не могу там, ну, то есть, просто сказать, как факт, что вот это я не могу, но не начинать, не устраиваться вот в каких-то объяснениях, подробностях, что вот я не могу, потому что у меня там то или вот то, или еще что-то, потому что это часто приводит к каким-то еще таким вот, ну, ненужным таким разговорам, последствиям, может быть, даже каким-то таким ситуациям неудобным, то есть, часто бывает проще и легче как-то спокойно так сказать, ну, так просто, знаете, вот я, к сожалению, дольше остаться у вас не могу, у меня там есть другие дела, и мне нужно сейчас уйти, или там, я могу к вам прийти только через, там, 10 дней, так как-то вот это вот какое-то сохранение такой некоторой границы личной, оно позволяет эти отношения как-то вот не перекладывать, что ли, так тяжело на плечи добровольца, а как-то вот их все-таки вот уравновесить и сделать такую вот все-таки для всех приемную ситуацию. Понятно, если что вы, как координатор, видите, что вечно необходимо помочь, что недостаточно этого добровольца, и нужно чаще не убывать и дольше времени, то ваша задача найти еще людей, которые будут еще приходить по дню, по полчаса, там еще с какой-то периодичностью, с каким-то временем там, и необходимое количество вот этих вот часов, да, для подопечного обеспечивать количеством людей, а не нагрузкой на одного человека. есть еще такое заблуждение, которое может быть и не очень страшное, но тем не менее оно бывает как-то накладывает такой непосильный грустность самих подопечных, добровольцев, что подопечные так думают, вот Коля меня любит, поэтому он ко мне приходит, вот, и начинает вот Коля то, Коля сё, Коля вот это, наверное, в каком-то смысле лучше, чтобы этот Коля почаще говорил о том, что, вы знаете, я там поговорю с координатором, знаете, ну, может быть, кто-то другой к вам придет, то есть, чтобы, немножко подчеркиваю, что он приходит не сам по себе, не как вот такой вот одинокий воин в поле зла, а какой-то, что тут, как бы, часть службы, что вот сейчас он ходит, потом он идет в отпуск, кто-то еще будет ходить другой, может быть, он уедет еще, может быть, кто-то будет ходить, ну, то есть, как-то немножко ссоциации направила, что ли, той службы, к которой он относится, и помогать, как-то добровольцев, подопечному самому как-то себя тоже так ассоциировать, что это не только личные отношения, но это еще некоторые правила. Просто бывает иногда, что подопечный, им проще бывает даже объяснить какие-то вещи, так как ты ему говоришь, что знаете, у нас есть правило не брать денег ни у кого, и подопечный, как-то бывает, этим смиряются, правда, не все, некоторые пытаются все равно сувать деньги, еще что-то такое, но у нас даже есть правило, что типа, если добровольец взял деньги, то все, он больше нам не доброволится, пусть и не хочет, там и помогает, потом, но без нас. Вот, и поэтому, Поэтому, когда наши добровольцы пытаются объяснить, почему они не берут деньги, ведь подопечные начинают еще обижаться на это, что это, ты не берешь деньги, я же тебя ко всей душой, а ты вот, то им тоже легче сказать, вы знаете, у нас такие правила, у нас тоже такие правила, если что меня выгодят. Ну и как-то вот подопечные как-то по-другому как-то настраивается процесс логический, и им бывает полегче даже с таким вопросом как-то решить участь. Еще у нас же некоторые координаты, и правда, наверное, не все, может быть не очень распространен на ошибку, но тем не менее, наверное, что-то есть в этом совете, можно послушать о том, что когда ты приходишь подопечному и слушаешь, что именно он как-то тебя просит, то желательно мысленно это все и свое желание помочь, и такие какие-то возможности, которые ты думаешь, что у тебя есть, как-то их поделить в несколько раз, ну вот мне координаторы говорят в 4, но я думаю, что может быть даже в 2 достаточно будет, и как бы тоже так как-то сказать, что типа ну попробуем помочь, потому что очень часто такое бывает с теми, кто как-то так со всей душой начинает помогать людям, что начинают увлекаться, то есть они вот, попадая вот как-то эмоционально под расположение к этому человеку, начинают обещать ему и то, и то, и то, и в этот момент они действительно верят в то, что они все это сделают, а потом оказывается, что в общем не так-то это было по силам, и поэтому потом уже бывает очень неудобно, так что лучше сначала пообещать поменьше, а потом уже перерывы выполнены, чем как бы наоборот оказаться в ситуации, чтобы пообещали много, а сделать в общем почти ничего не смогли. мы ответили на такие-таки основные вопросы, которые у нас были заранее присланы, сейчас мы посмотрим вкладку по вопросам, которые вы нам прислали, и попробуем с надеждой ответить на то, что сможем. вот вопрос первый, сколько численно добровольцев должно быть на одного координатора, чтобы их работу можно было организовать оптимально? ну, знаете, этот вопрос на самом деле довольно сложный, смотря какой у вас координатор, то есть если это доброволец, ну, я думаю, не больше двадцати тогда, а если этот человек у вас как бы работает, да, это его такая постоянная занятость. У нас вот на некоторых координаторов больше двусот добровольцев приходится, но мы всегда все-таки стараемся и самим координаторам это объяснять, и они, мне кажется, понимают, что, конечно же, им нужно иметь какое-то количество еще помощников из числа добровольцев, которые на себя будут замыкать какие-то более мелкие группки, это могут быть, там, допустим, они могут взять на себя какой-нибудь район Москвы, да, если у нас координатор, например, кружной, он делится дальше на, может, даже метро, на районы какие-то, на какие-то такие более мелкие блоки, и вот как раз вот эти помощники, они могут на себя замыкать добровольцев, например, какой-нибудь района или около какого-то метро. То есть, ну, вот какие-то такие более мелкие деления могут быть, и это хорошо, потому что, конечно, физический координатор, даже штатный сотрудник не сможет общаться с двухсот людьми как-то постоянно, и вот такой лично именно поддерживать связь. Поэтому здесь надо как-то стараться вот, ну, дробить с помощью помощников как-то вот эту вот структуру так разделять. Так, у нас ситуация, договариваются с добровольцами, чтобы пришли и помогли, никто не приходит. Как объяснить людям? — Налин, здесь нам сначала выяснить ситуацию, что случилось у добровольца, понять, серьезная причина или нет, и потом уже делать какие-то выводы. Можно потом направлять туда, да? — Да, да, зависит, конечно, от того, почему они не пришли. — Извиниться в любом случае. — Ну, перед теми, к кому они пришли, нужно только извиняться, что ты еще делаешь. Ну, надо, наверное, самому помочь. Если вы можете что-то сделать в этот момент, раз уже вы там оказались или в этом не оказались, не знаю. Ну, в общем, извините, да. С добровольцами сначала понять, почему они не пришли. Объяснить им все, как бы, последствия того факта, что они не пришли, что это за повлекло, там, для подопечных, для вас, там. Ну, как-то все вот эту ситуацию выкрашешь рассказать. И, собственно, спросить их, как вот они дальше вообще видят свою деятельность, они будут помогать. Могут ли они как-то постараться все-таки ответственно подходить и не подводить так больше вас? Или все-таки они считают, что это там выше их сил, возможность всего такого прочего. Такая обратная связь, честная, она обычно помогает. У нас все-таки случай, чтобы вообще никто не пришел, ну, такого не было. Ну, наверное, такое может быть теоретически. Ну, вот как-то просто надо самому позвонить, может быть, этим добровольцам за час до встречи, спросить, ну, что вы едете, у вас ничего не поменялось. Ну, то есть как-то более подойти ответственно самому к организации этой помощи, не просто их там заранее всех повести и сказать, вот, приходите. Кто придет, вот придет. А прям четко, пофамильно. И прям вам звонить там или смс-ки позвонить, как ну, вы идете, у вас ничего не поменяется. Ну, хотя бы, чтобы вы понимали за час, что там будет происходить, может быть. В этот момент уже, конечно, будет плохо что-то менять. Бывают случаи, когда добровольцы подводят, сколько раз можно закрывать глаза. Бывают ситуации, когда с таким образом нужно расставаться. Может быть, два раза, я так думаю. Это не тот случай, когда до семидежды, семидежды, да, прощайся. Нет, но если он конкретно вам, вам как бы портит жизнь. Наверное, можно прощать 490 раз. Если он портит жизнь каким-то другим уже людям, там, подопечным, тем, к кому вы отвечаете. У нас бывает такое, что два-три раза мы смотрим. Если все эти разы как-то так все поступает, мы его обычно подключаем. Если он потом проявляется, говорит, ой-ой-ой, извините, а я живу здесь, лучше же вы меня не зовете. Ну, мы опять начинаем смотреть. Ну, потому что все, конечно, бывает. У нас бывают ситуации непонятные. Поэтому, если он потом сам активизируется, мы еще раз на него посмотрим. Бывают такие, чтобы сразу с первого раза отправить. Ну, наверное, бывают. Ну, так вот я сейчас какой-то пример вот такой вот не могу привести, что вот там вот точно надо его отправить. Ну, то есть точно надо отправить, если он приходит первый раз к вашей подопечной и говорит, бабушка, а перепиши на меня квартиру. Ну, тогда надо сразу, конечно, отправлять. Это понятно, да. Если там что-то как бы не настолько критично, то, наверное, можно и не отправлять. Я думала, что, может быть, выяснить просто причину, в чем дело у него самого. Ну, выяснили, надо полюбить. Да, да, да. Девушка какой-нибудь начинает там спляться и что-то там от него хотеть. И это значит, что вы туда пришлете еще ночью, и то же самое будет. Ну, то есть какие-то разные бывают ситуации, поэтому с этим надо, конечно, поаккуратнее разбираться. не всегда бывают виноваты добровольцы в каких-то таких историях. Вот Агнины Рядчиковой целый ряд вопросов, и они такие достаточно важные. Вот это мы не будем отвечать. А Бравоц отказался от той деятельности, на которой он вначале согласился. Только что. Отвеча приняла. Ну, похоже, да, вопрос. Ну, понятно, что они могут отказываться от той деятельности, на которой согласились, и от другой стороны. Ну, то есть несколько раз им предлагаете, если они не от силы отказываются, ну, перестаете. Но мы вообще предлагаем допобедного, потому что мы считаем, что в нашей службе невозможно не найти себе место, потому что мы и бездомно помогаем, и там, не знаю, младенцам, и всем, кому хочешь. И если человек на самом деле хочет помогать, он найдет себя. Если он не хочет помогать, ну, просто вычеркиваем его и все. Ну, как бы, мы предлагаем все варианты. Если он ни на что не соглашается, ну, ладно, до свидания. Как не выгореть? Как бороться с разочарованием, когда мануют подопечные? Как мотивировать добровольцев? Так, по частям, да, начнем отвечать? Да. Как не выгореть? Давай, давай. Твой секрет. Ну, такой общий, наверное, здесь, наверное, какая-то душевная, духовная подоплека должна быть. То есть добровольец должен четко понимать, для чего он это делает, да, а потом и как он это делает, для чего. То есть не ждать благодарности, то, о чем мы говорили, вот ошибки, да, когда разбирали добровольцев, что он это делает, ну, не для себя, там, возможно, не решить какие-то свои проблемы, а помочь человеку. И в любом случае, получаешь ты благодарность или нет, ты ему помогаешь. Если ты делаешь это добросовестно, вот. Здесь как бы бороться сразу, а, пока еще не выгореть. Если вы чувствуете, что вы уже устали от какой-то ситуации или от какого-то направления деятельности, скажите честно координатору или старшему, что вы хотите просто сменить его или просто поделитесь этой проблемой. Ну, хоть мне ком поделитесь. И, ну, вот в нашей службе всегда можно найти что-то другое, предложить. Устала ходить к пожилым людям? Иди к детям, помогай. Ну, ходишь на бездомном и тебе сразу полегчает. Ну, мне еще кажется, что на самом деле на пропольсе здесь какой-то есть такой момент, что чаще всего выгорают те, кто вначале с большим энтузиазмом за что-то берется. То есть вот он пришел, это для него совсем новое дело. Он никогда этим не занимался. И вот этот энтузиазм через край, он и то, и все, и вот леса. И вот так. Я буду каждый день ходить, и там с утра до вечера, и все такое прочее. И мне не важно, где у меня семья, где у меня что. То есть он как бы про все дела другие забывать, начинает такой влюбился, что называется, да, и начал этим всем там заниматься. Вот он, скорее всего, выгорит. Поэтому мы всегда координаторам просим, чтобы они регулировали нагрузку добровольцев и как-то придерживали новеньких, которые вот на этой эйфории такой вот начинают совершать подвиги, которые не смогут, конечно, поддержать. То есть лучше ходить реже в самом начале, постепенно увеличивая нагрузку, чем сразу окунуться в какую-то большую нагрузку и через месяц, конечно, все, до свидания, я отцу пошел. Мы обычно говорим добровольцем, что есть такие некоторые этапы привыкания к этой деятельности. То есть ты вначале ходишь, тебе легко, у тебя там эйфория, тебе так все нравится, все такое замечательное, все такое распрекрасное, и так все прям замечательно. Через какое-то время наступает такое некоторое привыкание к этому, и дело начинает тебя тяготить. Потому что, в общем-то, оно у тебя новое в твоем графике жизни. Если в этот момент не сдаться и не сказать, все, я больше не могу. А наоборот как-то продолжить вот поддержать вот эту по регулярности такой деятельности, вот я не хочу идти там в субботу утром в какой-нибудь интернат, а я пойду, потому что я так решил два месяца назад, и похожу. То достаточно быстро вот это вот такое вот какое-то не очень такое желание, какая-то такая лень какая-то такая, да, вот оно на самом деле проходит, и вот этот вот твой субботний ритм, твой субботний поход в интернат, он становится частью жизни, и он тебе уже не мешает, ты к нему привык. Но вот этот момент все равно надо пережить, когда не хочется, когда как-то кажется, что, ой, может не надо. Ну такие вот какие-то размышления. Вот, конечно, это не совсем выгорание, это скорее такая, ну просто нормальная стадия привыкания к чему-то такому новому. После того, как вы привыкнете к этому, можно, значит, увеличивать дальше нагрузку, если будет желание. А может быть и лучше оставить ее в таком же режиме. Но, опять же, нужна какая-то сбалансированная жизнь, то есть не надо забывать про семью свою, в каком бы виде она ни была. у вас муж, или мама, или там брать, или еще кто-то такой. Но не надо как бы считать, что эта часть жизни, она вообще теперь неважная, и важная только вот идет подопечный. Но это не так, и как бы важно и то, и другое, и поэтому все это должно быть у вас в жизни. Не надо выбрасывать эти блоки. Духовная жизнь, конечно, в этом смысле не церковным добровольствам, наверное, намного сложнее, и можно как-то аккуратно говорить о том, что, ты знаешь, а вот мне помогает там, сходить там на службу, мне помогает там участие в таинствах, может быть, тебе и попробовать. Ну, то есть как-то вот эти вот вещи можно предлагать аккуратно очень, не отпугнуть, да, чтобы человека. Но эти все факторы вот такие вот, они очень все разные. То есть кому-то помогает учиться, вот он учится чему-то новому, и все, ему помогает это не выгорит. Кому-то помогает ездить в какое-нибудь паломничество, вот он ездит. Поэтому мы, в общем, у себя, у добровольцев делаем максимально много каких-то разных форматов, у нас есть там и курсы какие-то катехизаторские, и патронажные, у нас бывают поездки куда-то там, в какие-то там монастыри, бывают какие-то такие еще там, сами добровольцы между собой договариваются на экскурсию. То есть какие-то есть разный формат такой общий еще такой занятости, который, наверное, помогает вот этот какой-то такой баланс в жизни сохранить, не перейдя на какую-то такую вот сторону, уже не очень удобно. Как говорится, у зачарования никогда обманывают. Мне кажется, всегда нужно понимать, что обязательно часть таких людей будет попадаться, этот процент какой-то, наверное, везде одинаковый, или примерно одинаковым, неизбежен. И быть готовым, что, наверное, один там из десяти, один из пятнадцати, вот таким человеком и окажется. Ты как? Спокойно к этому относиться. Бывают разные какие-то истории. То есть надо понимать, допустим, почему они вас обманывают, что за этим стоит. Может быть стоять, человек боится признаться в чем-то. И тут его тоже можно обычно понять, почему, с чем это связано. То ли он боится, что вы ему откажете, то ли он таким образом пытается защититься от чего-то. То есть какие-то вот эти моменты понять, да? Может быть, он вас обманывает, потому что он на самом деле не обманывает, а не помнит. Ну, проблемы с памятью. Он забыл. Забывает очень быстро. Ведь это же тоже очень распространенное. То есть это как бы может быть вот это вот его обмана, то, что вы как обманно считаете, это может быть проявлением его болезни. У нас был такой случай один. Я его как-то очень хорошо напомнила с тех пор. И я его больше всем рассказываю. У нас была такая подопечная. Мы ее считали очень проблемной. Она звонила координатору ночью, там, когда угодно. И говорила что-нибудь такое. Помогите, пожалуйста, привезите мне еды. У меня ничего нет. Я умерю с голоду. Вот. Мы знали, что она болеет, но мы не очень хорошо знали, чем она болеет. И, в общем, добровольный координатор там срывался, ехал ночью, вез там какую-то еду. Привозил, заходил домой к этому подопечному. Открывал холодильник. Видел, что там полно еды. И что, никто там в голоду не умирал. Это все вот придумки какие-то. То есть, да, получается, что это такой обман. А потом это у нас подопечная наша попала в больницу. И оказалось, что у нее на самом деле рак. Уже там последней стадии. И вот эти вот проявления такие. Это именно проявление болезни. Что она не очень-то себя в этом смысле контролировала. То есть, она не понимала даже, что она говорит. То есть, какие-то такие уже нарушения, когда головы активности, такой деятельности, они вот в таких вот формах понимали. Я, по-моему, у меня тогда координатор очень переживала по этому поводу, что вот я там считала, что она такая растака, и она вот на самом деле просто вот типа болеет. Как же, какие же мы тут вот такие нехорошие люди, что мы так о ней подумали. Ну, то есть вот, на самом деле, чаще всего наше вот это вот осуждение того, что другой человек тебя там обижает, обманывает, еще что-то, выстроено не на том основании. Чаще всего мы просто чего-то не знаем. И поэтому лучше стараться, как там старец Пейси говорил, да, что все время придумывать оправдание для этих людей. Потому что очень часто, как только ты придумывал оправдание человеку, выясняется, что на самом деле, ну, может быть, не твое конкретное оправдание, но какое-то другое существует. И твое вот это вот первое подозрение такое, что вот он такой плохой, оно на самом деле ложное. Это твоя подозрительность. Это твоя именно вот такой вот, ну, недоверие людям какое-то такое, может быть, подгонок какой-то. То есть вот мне кажется, что здесь надо просто стараться как-то максимально оправдывать людей, насколько это возможно. Если уже действительно вы понимаете, что, например, реально обманывают. У нас там была, например, новая бабушка. Она обманывала, потому что ей хотелось большего внимания. И она каждому добровольцей говорил, что к ней никто больше не приезжает. Звонила им всем по кругу. И говорила, что, ой, у меня уже недели никого не было, ну, там, я тут и не могу вообще одна, все такое прочее. Вот. Ну, я тут добровольцей приезжала, понимала, что вчера у него кто-то был там, и, в общем, сегодня еще, видимо, кто-то придет. И он как-то себя неловко чувствует, что, как бы, его вроде как тоже обманывает эту бабушку. Он так к ней со всей душой. Вот и герой там едет. А она вот как-то так это поступает. Вот. Но мы потом просто сговорились, они завели все добровольцы, которые к ней ездили, включая координаторы и там священника, они завели группу на форуме, такую специальную тему, где они обменивались информацией об этой бабушке. То есть они там писали, типа, я сегодня там был, там, Милу Ивановну, там, другой там писал, я там завтра приеду, там продукты отвезу. Ну, то есть они друг друга держали в курсе того, что они для нее делают, чтобы вот не оказываться в ситуации, когда ты себя чувствуешь дураком. Она, конечно, расстроилась, надо сказать, потому что, видно, чувствовала. Да, она, в общем, не думала, что как бы они так быстро организуются и как-то вот это вот все смогут утрясти. Ну, в общем, они, конечно, оказались в этом смысле. Ну, это им помогло не выгореть как-то, наверное, да, и не разочароваться. Как мотивировать добровольческой работе нового добровольца? Новых, мне кажется, не надо мотивировать, обычно старых нам. Да, да, да. Новые, они полны энтузиазма, еще не знают, что их ожидает. Как младить график работы, чтобы не искать каждый день добровольца для помощи? Табличку какую-то заводить надо для координатора и самому контролировать отзывания постоянно своему добровольцам. Ну, да, желательно просто с ними разговаривать, прям конкретно. Дорогой друг, ты когда можешь ходить? Он говорит, я могу по вторникам. Очень хорошо, мы за тобой вторник закрепили. Ну, то есть, прям конкретно с ним такая, что ты не придешь, если во вторник, ты имей в виду, никого не будет, никто их не покормит. Ну, как-то там, ну, может, не никто, но там, не знаю, Маня, Петя, Василь, не покормит там или что-то. Потом они все равно уже у вас живут, как-то каждый, ну, вот они по вторникам ходят там вдвоем, втроем. Они уже друг друга привыкают, им уже удобно друг другу, наоборот, их даже поддерживают что-то. Ну, как-то команда вместе ходят. Просто надо договариваться с каждым, и такую графику составлять. Ответили, да? Ответили, да? Ответили, да? По-моему. Может ли работать доброволец в двух направлениях? Помогать бездомным, помогать инвалидам? Да, может. Единственное, что, допустим, надо соблюдать некоторые правила безопасности инфекционной, да? Ну, то есть, допустим, если он помогает бездомным, то надо как-то, ну, это в обоих случаях, на самом деле, и кому бы ты не помогал, все равно нужно как-то стараться в плане инфекционной безопасности максимально выдерживать режим, то есть, там, ну, не знаю, мыть руки, разную одежду, там, надевать, если ты ходишь в какую-то неверкулезную больницу и, там, к другим каким-то еще, там, к детям или кому-то. Ну, то есть, просто вот эти вот какие-то моменты. А так, пожалуйста, можно помогать в нескольких направлениях. У нас постоянно сложно с волонтерами в своем транспорте. Много анкет, что могут помогать, но реально не помогают. Ну, да. Ну, как, как, никак. Просто опытом. Опытом только у нас то же самое с напроводческими вот этими вот перевозками. Тоже, конечно, анкет много, реально есть меньше, но просто уже координатор знает, что вот этим людям он может позвонить, и они, скорее всего, подтвердят и поедут. А эти люди, они, скажем так, разовые. То есть, иногда согласятся. Ну, в этом тоже что-то есть. Ну, почему? Можно же им. Пусть они иногда помогают. Просто звонить надо, со всеми общаться, и постепенно вы будете знать, кто из них будет помогать, а кто нет. Сразу реально могу еще помочь. Ну, для никакого нет. Только в работе, только в какой-то такой деятельности это все понятно будет. Как не надо добраться в пасть в ныне, если подопечный умирает? Особенно на это реагируют молодые, отказываются от любой деятельности. Наверное, может быть, пригласить к себе, там, где и попить чаю, в кругу прочих координаторов, которые тоже расскажут массу таких же подобных случаев, а потом, ну, что это нормально, наверное, видимо, такой жизненный процесс, как-то вот его поддерживает, да, морально. И потом, наверное, если это возможно, можно к православному психологу и со священником его встретить. Причем, конечно, до того, как он начнет уже совсем прям, ну, не после того, как он умер, после того, как он уже умер подопечный. Понятно, что нужно обязательно его встретить с каким-то хорошим священником, который поможет как-то поотвечать на те вопросы, которые у него внутри есть. Но если вы понимаете, что у этого человека подопечный умирает, то уже сейчас его имеет смысл увести к священнику и, как бы, помогать им между собой разговаривать, потому что, конечно, эти вопросы, они все равно встанут. И, как бы, залепить пластырем не получится. Здесь нужно, чтобы этот человек как-то это все переосмыслил, как-то это понял, как-то это для себя принял. Тут вот не получится. То есть, конечно, единственная возможность любую смерть пережить – это обращение к Богу. И если человек не церковный, то это достаточно тяжело. Даже с церковным людям тяжело, но не церковным тем более. Но просто нужно какие-то хорошие батюшки, например, иметь, кому можно привезти человека и поговорить в такой ситуации. У нас люди тоже уходят в больницу? Нет, просто не обязательно в больнице умирание. Может быть, и дома. Большинство священников все-таки знают. Они проживали что-то, они многих там провожали, хранили, отпевали. Просто хороший священник, если добрый такой, который может поговорить, не бежит он никуда. Нужно таких иметь священников на примете и к ним, конечно, таких добровольцев направлять. Есть ли специфика привлечения – отбор подготовки несовершеннолетних? Вы знаете, мы с несовершеннолетними почти не работаем. именно потому, что они должны, то есть это должно быть согласие их опекуна на то, чтобы они что-то такое делали. И мы, в общем-то, не сильно как-то в этом смысле двигаемся. Ну, как-то мы не очень хотим связываться. Все-таки это маленькие достаточно еще дети получаются по факту. У нас есть там два-три человека, которые там… Или, например, они приходили с кем-то из родителей вместе помогать. И вот они вместе помогают. Ну, или они у нас там ходят, там у нас есть такое одно подразделение, которое мы знаем, что там они всегда будут под присмотром, так как-то за ними будут смотреть. То есть туда мы можем их отправить. Куда-то еще? Конечно, нет. И поэтому мы, честно говоря, сильно это не развиваем. И, в общем, я не смогу какую-то прямо вам специфику назвать или как-то сильно вам помочь в этом смысле. Как можно поощрять добровольцев? Ну, мы поощряем, как бы, такими больше личными, в рамках личного общения, да, то есть там, ну, добровольец, можно сказать, там, благодарность, координатор, да, там сам может выразить этому добровольца. Ну, у нас трапезы есть, да, после литургии, на которой мы, например, поздравляем с днем рождения, с днём ангела наших, добровольцев, которые у нас родились или у которых день ангела пришел за последний месяц от трапезы до трапезы. Можем что-то ему такое подарить. Как-то вот попросить его рассказать о том, что он делает. Ну, какими-то такими вот вещами, конечно, у нас нет какой-то такой, там, мы не раздаем никакие листки с благодарностью. И это было изначально, мы это четко на этом стояли, что если ты, дорогой, пришел сюда за благодарностью, то тебе не к нам. И, в общем-то, мы стараемся его поддерживать, стараемся как-то говорить о том, что, да, это важно, хорошо, что ты делаешь, но все-таки, и это не наша такая задача, как бы его так уж прям, там, как-то уплощать, благодарить. И, в общем, для того мы должны, чтобы людям помогать. Поэтому мы как-то слишком на этот счет так вот не ставим такой вот какой-то фокус, не делаем упор. Ну, можно в те же самые поломнические поездки приглашать или на экскурсии, или на совместные чаепития, да. Ну, на какие-то, ну, это такой формат именно такой вот личной поддержки, что вы вместе там, как-то, как-то едете, что-то, как-то общаетесь, ну, как дружеская такая-то, здесь кто-то формальный, конечно, быть не может. Потому что у них есть, кто нам под вас за все. Да, да, и все-таки задача другая. То есть, если он пришел сюда за благодарностью, то он все равно у вас, ну, говорит, уйдет, расстроится, все-таки проще, потому что изначально неправильный посыл. А вопросы у нас кончились, вот. Мы уложились с надеждой в час. Мне кажется, это наш личный рекорд. Небольшое. Небольшое. Потому что, конечно, обычно у нас бывает как-то сложнее с этим. Спасибо вам большое. Уже у нас курс наш практически заканчивается, я так понимаю, да. И что вы дожили до этого момента, что вы как-то смогли остаться с нами и даже какой-то интерес сохранить еще в этой всей деятельности. И участвовать в вебинаре. Мы надеемся, что мы будем с вами еще вакто встречаться. Возможно, вы будете приезжать к нам в Москву на стажировку. Или, может быть, как-то еще сможете поучаствовать, да, в нашей такой деятельности. Ну вот, мы, конечно, очень всегда рады, что прибывает число тех, кто организует такое доброческое служение, прибывает число добровольцев. И, в общем, как-то ситуация меняется в целом, мне кажется, к лучшему. Спасибо вам большое. Мы на этом с вами попрощаемся. Всего хорошего. До свидания.